За сегодняшнюю ночь было зафиксировано 28 обстрелов, за сутки это составило 56. По территории республики было разрушено частично 36 различных строителей, как частные домовладения, так и квартиры, так и государственные назначения. Самое крупное, что было, это разрушение складского производственного помещения фирмы «Юг», которое находится в Петровском районе, было уничтожено 225 квадратных метров. Также было 4 пожара, которые выезжали МЧС в Тушиле. Пострадавшие в результате этих обстрелов за сутки один человек убиты, двенадцать человек ранены. Продолжаются обстрелы, вы так слышите сами. Основные зоны обстрела это аэропорт Петровский район, Кировский, Кировский, Кировский. Были зафиксированы обстрелы в Тальмонском районе, по нескольким населенным пунктам, один из них МЧС. За ночь было уничтожено до 20 человек личных составов. Это я говорю о противнике ГСУ. Один танк, четыре единицы артиллерийской системы, один БМП, один БТФ. Вы задавали вопрос количества личных составов, которые находятся как противник против вас. По предварительным данным, по теме разведданных, которые мы имеем, это порядка 28 тысяч, которые выходят как армия, как МВД и так называемые добровольческие батальоны. Мы их называем националистическими. Порядка трехсот танков, БМП, БТР, БМП и различные машины, боевого назначения 900 единиц. Системы ГРАД до 130 единиц, БМ-21, если правильно называть, и плюс, есть определенное количество, вы знаете, ураганов. Вот цифры приблизительно то, что находятся против нас. Задавайте вопрос. Да, были ли потери судьи от получения отзывов, а еще за акционные судьи? Потери, которые были, я озвучу их на вечерний сход. Это еще вопрос. Да, да, да. А расскажите. Вы. Скажите, пожалуйста, изменилась ситуация у нас по линице прикосновениям? Ситуация чуть изменилась, это касаемо маленьких. Большая часть населенных пунктов под нашим контролем. В остальных местах пока без больших изменений. Уточнить можно, один убитый и 12 раненых – это мирные жители? Да, это я называю мирные жители. Спасибо. Мы постоянно фиксировали и говорили о том, что вооруженные силы Украины обстреливали гражданское население, они обстреливают просто так. Если брать, что происходит сейчас, это участившийся случай обстрелы, может сказать и так, о том, что есть какая-то огонь, но это, думаю, больше идет как психология. И другой аспект нельзя забывать. Те инструктора, которые приехали на помощь в СУ, это инструктора, в основном, все же страны НАТО. А никому не секрет о том, что тактика этих стран всегда была вооруженной силой. Это уничтожение по кварталу.